Салют, чуваки, с вами Ки, и сегодня мы с вами поговорим о модификации Sword and Masked. Меч и мушкет, что-то в этом роде. То есть модификация, как я уже вам рассказывал в одном из видосов, между прочим, это будет модификация по одиночному и мультиплеерному режиму, вдохновленная чем-то вроде наполеоновских войн для варбанда. Недавно проходил альфа-тест данной модификации, уже в принципе не первый, но попал я на него лишь недавно. Я хотел вам показать что-то вроде ивентов, которые там проводят для различных тестеров и ютуберов, в том числе одно, к сожалению, вчера, если вы не знали, вышел патч 1.8.1, который, по сути своей, ничего интересного не привнес, кроме пользовательских серверов, которые позволяют теперь любому Ване, Пете и так далее, сделать свой собственный сервак, если позволяет интернет и комп. Но важно не это, а то, что теперь любые мододелы смогут создавать не просто свои модификации, а наконец-таки полноценно пихать их в мультиплеер, притом не прося дань, ой, то есть сервера у Tailworlds, ну у разработчиков, короче говоря. Что по данной модификации? То есть, как изначально обещалось, то есть вначале будет две фракции, это Великобритания и Франция, которые представлены в этой мультиплеерной части, потом уже завезут другие фракции, всего их будет пять, но к Великобритании и Франции точно известно, что будут Россия и Пруссия. На счет пятой фракции пока не особо известно, но, возможно, там, не знаю, Испания, Германия, еще кто-нибудь. Я не особо знаком с наполеоновскими воинами, имею в виду вот с Дил Ситля, варбанда, тут уж царянчики. В общем и целом, побегали, постреляли с ребятками довольно в большом количестве, там человек 10 на 10, было весьма прикольно, то есть и с мушкетов постреляли, штыками, короче говоря, на мушкетах тоже потыкались, было весьма прикольно. То есть уже увидели пульские карты, которые там были, правда, мы потестировали всего 2 или 3, если я не ошибаюсь. Также увидели вот некоторые, ну, на одной карте точно уже был дом из тех, которые сделали мододелы. Плюс ко всему этот дом по большей части разрушался, то есть разрушались двери, окна, стены, то есть фундамент как таковой остался, то есть дом полностью разрушить нельзя, чтобы он обвалился к хренам собачьим. Мебель пока что тоже трогать нельзя, не знаю, как будет дальше, пока что непонятно. Но сам факт, типа, дом можно разбомбить и в дом можно будет зайти через эти вот дырки, которые там образуются. Ну, естественно, это поможет в мультиплеерной части для какого-нибудь там прострела или каких-нибудь других хитрожопых движений, ну, которыми я сам пытался пользоваться во время этого часового примерно тест-драйва, ну, вернее, стресс-теста, как они это дело назвали, то есть просто проверяли модификацию на вот этом вот новом патче. Скажу честно, было весьма и весьма интересненько, то есть, конечно, количество людей, привлеченных к этому делу, было весьма ограничено, это все-таки альфа-тест был мультиплеерного режима и все такое, но тем не менее, все равно уже весьма прикольно, то есть как такового не хватает, наверное, всяких больших режимов, потому что тут был чисто захват флага. По крайней мере, это то, что видел я, опять же, то есть тест уже ведется, ну, считайте, плюс-минус весь сентябрь, особенно если учитывать кадры одного французского ютубера, который постоянно, скажем так, со мной соревновался в киллах и который постоянно выкладывает контент по данной модификации, прям вот стабильно раз в неделю какой-нибудь видосик да выложит, засранец такой. То есть это все дело весьма-весьма интересно выглядит, за модификацией я буду и дальше наблюдать, участвовать в каких-то тестах и так далее, и когда появятся какие-нибудь новые интересные кадры или что-нибудь вообще новенькое в данный момент, я, естественно, вам все это дело покажу. Но еще, кстати, можно судить, учитывая, что модификация, в принципе, не сломалась из-за того, что вышел новый патч, скорее всего и другие модификации будут работать так же, как на 1.8.0, так и на 1.8.1, то есть ситуация с патчами 1.7.0 и 1.7.1, в принципе, зеркальная. Ну, это ладно, у нас с вами ровно через месяц уже будет релиз, там все равно все придется 100% переделывать, зная разработчиков, которые любят всей этой фигней страдать. Но, вот такие вот новости в данный момент, господа, то есть мультиплеерная часть меча и мушкета выглядит уже весьма неплохо и играбельно. Но, конечно, наполнение контентом, то есть количество карт, которые я пока что увидел, пока что маловато. Но, опять же, будет что-то новенькое, и я вам покажу, наверняка, карт гораздо больше, чем видел я. Вот, и буду потихонечку с вами делиться какими-нибудь вставочками с этих тестов, то есть буду записывать, будем все это дело вместе с вами смотреть, играть и так далее. Ну, а у меня там все, с вами был Кейт, и всем пока!